добрый день дорогие друзья с вами дмитрий канал пассиан шоу сегодня я хочу рассказать вам про игру которая называется griffle tower griffle tower это очередная игра участница конкурса пнп настольных соло игр которая закончилась осенью 2020 года кстати поздравляю всех с наступившим 2021 желаю вам много хороших интересных новых игр и вот эта игра может быть станет одной из этих новых игр которых вы узнаете 2021 году с помощью моего канала в том числе и так griffle tower игра которая стала победительницей в конкурсе пнп настольных соло игры 2020 года в номинации лучшая игра в которой можно играть на кресле в самолете на самом деле вам и стол то никакой особо не нужен потому что это одна из тех игр которые можно играть просто на ладони держа все карты у себя в руке давайте я вам сейчас расскажу про эту игру вы поймете насколько это действительно возможно или невозможно играть в эту игру без стола и так у нас тут есть три вида карт это у нас различные монстры и препятствия это карты нашего персонажа это карты биг босса есть всего два биг босса из которых можно выбрать по сюжету вы остались в одиночестве в одной верхней комнате вот в этой в этой загадочной волшебной башни и вы должны выжить 5 волн наступления различных врагов у нас тут вместе различные существа воины и маги кто тут еще у нас есть драконы еще есть бессмертные вот такие вот враги карты врагов у нас двухсторонние когда мы будем подготавливать игру мы в случайном порядке эти карты будем переворачивать на этих картах у нас есть ну описание имя самого врага есть его обозначение здоровья и есть обозначение силы с которой он будет бить нас мы будем играть за вот этих персонажей в начале игры мы выверем одного из них получается их всего 8 у нас 4 карточки эти карточки двусторонние на каждой карточке есть имя нашего персонажа в данном случае а охотница и есть 6 уникальных способностей этого персонажа эти шесть уникальных способностей одновременно являются и здоровьем нашего персонажа то есть когда мы будем терять одну нашу способность мы одновременно с ней будем терять и здоровье ну и карты big boss of здесь я про них рассказывать особо не буду их всего два это либо дэвс бэйн либо азазель азазель чуть посложнее дэвс бэйн чуть попроще ну просто по уровню здоровья и когда вы готовитесь к игре выбивы выбираете одного из врагов ну допустим мы выбираем вот этого выбираете себе одного персонажа остальные отправляете в сторону вы замешиваете карты всех врагов и как я уже сказал вы случайным образом часть этих карт там переворачиваете как получается перемешиваете всю колоду после этого карточку главного босса вы переворачиваете цифрами вверх единичкой в правом углу в левом верхнем углу отправляйте в конец колоды и вот у вас по сути дела первая волна монстров уже готова после этого вы либо три либо четыре карты отправляйте на 90 градусов вот так вот позади основной колоды 3 если вы хотите более сложный вариант игры 4 если вы хотите играть на более легком уровне ну давайте чтобы сильно не затягивать эту партию игра довольно сложная я уверен что я очень быстро проиграю но чтобы продемонстрировать вам вот покажу более сложный вариант дальше автор игры предлагает вот эту карточку нашего персонажа разместить как-то вот так ну и по сути дела вот с такой конструкции вы можете уже по сути дела играть в эту игру то есть действительно стол вам не нужен там также говорят что вы можете взять какую-нибудь другую карточку которую вы не используете в этой игре используйте в качестве подставки такой чтобы у вас конструкция была более устойчивая чтобы вот эта вот карта никуда не девалась можете играть вот так но поскольку стол у нас есть мы и просто положим на стол а вот эту карточку будем использовать для того чтобы обозначать давайте нету давайте вот это например будем использовать для того чтобы обозначать наше текущее здоровье которое равна 6 но постепенно она будет уменьшаться мы будем обозначать это вот этой картой то есть таким образом у нас осталось пять здоровья так 4 3 2 1 0 как только становится 0 и мы проиграли в этой игре если бы мы держали эту карточку вот здесь то мы бы тоже так бы и обозначали это до минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 минус 5 все 0 мы проиграли для того чтобы выиграть в этой игре нужно подержаться 5 волн сродиться с боссом выиграть у него тогда вы победите в этой игре ну а пока у нас полное здоровье что мы видим мы находимся с вами вот в этой вот верхней башне в верхней комнате там всего лишь одна дверь и вот через эту дверь к нам ломится разные монстры поэтому будем биться мы с ними по очереди и мы всегда видим двоих монстров того которые находятся впереди и того которые находятся сзади то что нарисовано в нижней части карточки наших врагов на этом и внимание не обращают мы обращаем внимание только на верхней части этих карточек когда вы играю если вы играли в palm island там предлагается держать карточки вот так здесь предлагается карточки держать вот так то есть переднего монстра вы держите в правой руке задний монстр находится в основной вашей в левой руке и процесс битвы он довольно простой для того чтобы победить этого монстра у него значение здоровья 8 у нас есть карточка с значением силы 9 вот для того чтобы вот победить мы либо одну вот эту карточку тратим да вот таким образом отправляем ее назад и побеждаем этого монстра мы можем потратить вот эти две карточки до общей суммы 9 для того чтобы победить эту восьмерку плюс еще нужно обращать внимание на способности наших врагов которые появляются вот здесь вот надписи например вот этот и риппер до маг у него есть способность когда он 2 в линии то вы переворачиваете обратной стороной переднего монстра но поскольку у нас передний монстр он сам ничего не происходит а вот здесь есть это джин у него написано переверните другого видимого монстра мы с удовольствием применим это вот так и у нас появился а что с удовольствием на самом деле не самая приятная оказалась ситуация потому что у нас появился лич он посильнее но девятка здесь была восьмерка тут девятка но другой стороны он вылез относительно вовремя потому что у него вот какая способность мы должны будем потратить одну нашу способность за любого врага которого мы победили до него а поскольку у нас самый первый ничего страшного не происходит итак у него здоровье девятка у нас есть девяточка мы эту девяточку тратим для того чтобы победить этого монстра когда вы побеждаете монстра с помощью своей силы вы эту карточку отправляете себе в качестве силы то есть в данном случае мы девяточку девяточку поменяли ничего страшного не произошло в этом собственно в рейсе стоит основная сложность этой игры потому что не всегда вам удается победить монстра суммы равной той которые у него есть всегда вам приходится чаще всего вам приходится тратить чуть больше и поэтому здоровье вас постепенно становится все меньше смысле силы до становится все меньше и меньше и вот надо успеть расправиться с этой волной пока у вас сила совсем не опустилась до нуля у нас побежден монстр поэтому мы открываем следующего и у нас появились духи какие-то воины духи у них здоровье 7 но их здоровье увеличивается на здоровье следующих следующих врагов и мы можем на них посмотреть есть прям так и написано вы можете на них посмотреть у нас там десяточка и это прямо очень плохой персонаж я его знаю но тем не менее в общем здоровье вот этого монстра становится равно 17 что в принципе сложно так я увидел там третьего монстра и он мне совсем не понравился поэтому вот что еще сделаю у меня есть способность которая позволяет мне победить третьего монстра такая написано победите третьего монстра теперь как раз настал момент рассказать вам как пользоваться способностям какие-то в принципе есть у охотницы мы здесь можем пропустить переднего монстра получить получив от него только половину урона мы можем использовать любую карточку силы для того чтобы победить врага которого зовут крича то есть существо у нас тут таких нет тут есть маг и андет поэтому вот эту способность в данном случае мы потратить не можем дальше мы можем атаковать любого монстра силы равные силы всех существ опять же существ у нас нет посмотреть на третью карточку можем причем это наша способность обозначается словом сток она постоянно то есть она бесплатная для нас но эта способность отдыха я наверно про нее чуть попозже расскажу когда мы будем отдыхать между волнами если до них доживем кроме того здесь есть вот такие вот способности с буковкой с вот если мы победим врага с помощью так способности обозначенной буковкой с мы можем этого врага использовать в качестве силы а если мы побеждаем обычно если вы используете способность для победы над врагом он просто отправляется назад без того чтобы добавить вам силу и так я знаю что там у нас очень плохой враг поэтому я использую способность вторую любую способность можно использовать один раз в раунд просто потратив любую карточку силы то есть я потрачу вот эту четверку для того чтобы расправиться с третьим монстром этого третьего монстра я просто отправляю в сброс единственный сложность состоит том что мы должны запомнить что мы эту способность уже потратили так у меня осталось два монстра наверное расправлюсь сначала вот с этим у меня тут сколько 14 до силы я обе трачу для того чтобы получить себе 12 ну и у меня появился лев не такой сложный враг а вот у этого врага у него силы мы должны помнить да что у него сила теперь равна 13 к сожалению этого недостаточно чтобы победить у меня всего 12 поэтому я наверно использую вот эту способность она позволяет мне пропустить врага переднего врага врага получив только половину от его урона урон у него у него равен единице когда я говорю половина от него урона это не значит что я буду делить эту цифру пополам дело в том что когда вы получаете урон от врага которого не можете победить и пропускаете его да то это происходит вот так вы берете эту карточку помещаете вниз так чтобы ее было видно теперь вот эта единичка является тем уроном который мы получаем и да мы потратили вот так эту способность сейчас мы потратим еще одну потому что мы получаем один урон но поскольку эту способность мы потратили или или не тратить дело в том что вот эта вот карточка она здесь будет торчать до тех пор пока у нас не кончится раунд и в конце раунда мы еще раз этот же урон получим я думаю что в данный момент мне особой разницы нет либо я сейчас его получу потрачу вернее вот эту способность либо я просто пропускаю его теряю одну жизнь и оставляю его напоследок давайте посмотрим что у нас будет дальше у нас тут лев а здесь у нас дракон у него будет плюс 2 к здоровью за каждого другого дракона который у нас есть у нас пока никакого нет нас только лев поэтому мы наверное с помощью вот этой длина поскольку у нас наш герой имеет способность атаковать второго врага мы атакуем этого дракона с помощью 12 побеждаем его получаем себе девятку теперь у нас появился андет которого нельзя атаковать самый сильный своей карты у нас она всего одна поэтому данном случае мы просто вот эту карту используем для того чтобы победить в льва посмотрим что будет дальше так в общем не в неприятной сейчас я ситуации у меня остался осталась карта силой 6 здесь мне 10 и 12 иду и другую я победить не смогу когда вот этот фантом становится передним дам фронтальным все карты силы делятся пополам но мне и так мало поэтому эту карточку я вынужден пропустить я получаю еще два урона 1 2 получаю следующего врага ашигару монстры которые находятся за ним у них здоровье плюс 2 поэтому его я бью с помощью своей шестерки а и это последняя до карта ну что ж я вынужден получить еще два урона вот так раз-два и в конце раунда я должен получить еще пять урона этого принципе предостаточно для того чтобы погибнуть карточка которая у меня осталась вот здесь она считается как защита то есть я получаю не 5 урона а4 но от этого мне легче не становится вот так бесславно и довольно быстро я проиграл эту партию если вдруг так случается что вы доживаете до главного босса то битва с ним она похожа на основную битву если вдруг у вас допустим какая-нибудь не знаю вот такая ситуация и у вас осталось скажем 4 очка здоровья вот ваш главный босс вот его здоровье 25 ваша сила сейчас равна сколько там получается 20 она неплохо 23 не хватает только 2 очка для того чтобы победить этого врага для этого у вас есть либо вот эта возможность либо вот эти возможности например вы можете здесь вот видите есть это такие критические удары называются то есть вы можете использовать карточку со значением 7 или больше для того чтобы получить 16 урона для врага но при этом вы сами понесете урон 3 либо вы тратите девяточку для того чтобы получить 14 и получить два урона но я думаю что в данном случае все равно мы можем хоть вот эту вот эту истратить да очень четверочка у нас есть можем ее потратить для того чтобы получить 8 очков урона самим понести всего лишь один и это будет 8 плюс 9 17 плюс 10 27 этого будет достаточно для того чтобы победить главного босса но обычно у вас нет столько очков в конце игры гораздо меньше в этом случае вы можете вот этим воспользоваться например вы берете самого последнего побежденного врага вот этого например да допустим его вы победили последнего и либо вы несете один урон и получаете значение наименьшее в данном случае семерку либо вы несете два урона и получаете наименьшее наибольшее значение на нам случае десятку вот этого снова достаточно до получается 29 в общем вот так происходит битва финальная битва с боссом как видите простая смысле как простая простая в правилах но при этом очень сложная в плане победы соло игра которую можно играть где угодно для этого даже стол не нужен определенная ловкость рук для того чтобы все это удерживать довольно большая реиграбельность потому что здесь персонажей много играя за персонажа который может бить по дальним врагам гораздо проще чем играть за того персонажа который бьет только ближнего и здесь много разных персонажей со своими уникальными способностей в общем играть не переиграть несмотря на то что игрушка совсем маленькая буквально несколько карт реги границ очень большая и сделана она неплохо все эти изображения очень классно очень симпатичные сделано прямо скажем с душой хотя автор говорит что это не его изображение изображение они сделаны не специально для этой игры он взял из каких-то открытых источников там платных бесплатных в общем очередной микро шедевр от современных авторов настольных игр а на этом у меня сегодня все спасибо вам большое за внимание с вами был дмитрий канал пасян шоу играть и в настольные игры всего вам хорошего пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok